всем привет от Сереги Оксаны из Алабамы для вас экспресс-блог без монтажа дом пустой и нужно его будет отремонтировать сейчас мы покажем вам как на что мы обращаем внимание какую оценку работы мы делаем сначала мы делаем видео всех проблем а потом я все описываю и электронным письмом клиенту посылаю подробно описываю значит смотрим да я вижу углы нужно поменять снизу сайдинг пошел здесь вот он весь низ нужно менять а потом красить весь дом понимаешь они везде использовали фанеры вот это дсп она вся и гниет видишь вот эту дверь тоже менять целиком вместе с фреймом здесь но я показываю я знаю вижу это снизу вот этот треугольник вот вот эту нижнюю часть одну вот этот другой вижу вижу за это записала это понимаете мы же клиенту не просто напишем мы всю гниль на доме поменяем я ему описываю я использую технические термины где там сафит где фейши где ивс чтобы он видел что имел дело с профессионалами они какими-то новичками иммигрантами одну часть полностью вот это поменять сайдинг внизу я вижу и потом идет там как будто прогрызанная она какая-то да подачи мне труба камина да ага полностью менять и с твой стороны и сзади полностью все чем не а то дед мороз не залезет оконный трим да и так и напишу ему задние окон дверь на заднем окне верхней нормальная право нормально нижние левые менять ты сможешь ночью ключи у нас сейчас нет а дома на потом и внизу будем он говорит съехали клиенты которые сдавали в аренду и что они его мол затрахали он уже ненавидит о какая красота зато звезды висят так так и оконный трим и вся сина такое ощущение что у этих клиентов была собака ну смысле кто снимал дом да 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 и она им из вот эти все сетки поцарапала испортила и дом прыгала вижу где тарелка стояла повреждена вот эта феша мы используем американские термины сами по-русски мы забыли вот это тоже надо пилить половину но показываем какой участок люди любят участки смотреть вот такой большой участок в Алабаме у многих большие участки я смотрю там забор у него еще упал он тебе про забор ничего не говорил или он считает что это соседский забор ты сказал что мы забора не делаем на сарае до здесь вот сзади нормально вот треугольник смотри угу ив ив да и вот эта часть тоже я не знаю это не мою проблема а ты порчу смотрел то порча закрывай ни хрена она не закрывается но так как я закрою ну вот поднимается а я не додумалась я вообще устала вместе с тобой же два часа дня недели на две работы ну да вот и верхний 3м верхний надо кошкам 3м оконный полностью а верх и сайдер вот и нижняя часть сгнила по моему нет по моему этот чет нет сгнила я думаю что это не Думал это чёрная краска, а у меня туда ноготь залез. Оооо, да 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 да. Да уж, мы тут неделю будем менять. И там ещё какие-то грибки начали на нём расти. Местные грибки, плесень. Это вот из-за этих растений всех. Вот тут ещё смотри. Да да да. Теперь вот туда выходи сбоку, становись. Там здесь чисто. Туда иди. Угу. И вон смотри там. Куда пошло? Не поняла. Ну вот там, вон, вон, вон. Где угол кончается, крыша. Всё понятно. Короче, я вижу, что там чё-то такое. Ну чё ты, чё-то такое это не надо. Солнце мне светит так в глаза, но видно, что сафит надо менять. И фэшу, я не знаю, кто-то менял. Неправильно поменяли. И ещё и не красили. Вот эта доска. И под ней вон сафит такое ощущение, что он прогнулся. Там, наверное, думаешь, крыша течёт? Да. Нормально, если даже вы в ремонт вложитесь, например, перед продажей дома, на десять тысяч, вы за большую сумму его продадите. А в таком состоянии вам меньше, больше девяносто, восьмидесяти за дом никто не даст. Скажет, только куча ремонтов. Вижу. Ив, фэши, одна, вторая. Сколько сайдинга. Много работает. О, видишь, там всё сгорело. Угу. Не нравится. Конечно. У нас доллары в глазах. Иногда это окошко, видишь, там маленькое. Там его окошко три сгонил. Да, да, да. Сейчас такой сайдинг продаётся, что-то я вообще такое ещё не видела. Нет, нет, нет. Это надо отрезать кусок, брать, бля. Получается, тут это как раз-два-три, они соединены вон полосками вот такой. Сегодня ещё Ваньку на джиу-джитсу вести, он ждёт, не дождётся. Он теперь у нас такой счастливый, с таким удовольствием бегает в спортивную секцию. Раньше он боялся, не хотел ни в какие-то спортивные секции ходить. А, не хотел, ну, ничего. Раскачали мы его. Море работы. Море работы. Но это получается, этот клиент у нас вышел через клиента, кому мы делаем дом сейчас. Это его друг. То есть, когда здесь найдут подрядчика, который будет делать работу, тебя не обманывает, то будут его рекомендовать. Всё. Вези меня, извозчик. Ахатабыча. Желание исполнить всех. Заряжаем вас на хорошее настроение, на солнечное. Поехали! Продолжение следует...